Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот хочу сделать заявление. Я снял видео, выложу его сегодня. Посмотрите и вы поймете, почему я принял это решение. Попробую объяснить. Конечно, я думаю, что может кому-то это не понравится. Я тоже не с большим восторгом это буду делать, но, видимо, придется этим заняться. Почему, сейчас объясню. Как вы увидите это видео, вы поймете, мое решение было продиктовано именно необходимостью. Драки, драки, постоянные драки. Я просто уже устал от них. Один лирик вот себя ведет прилично. Жорик вечно в крови. Вот он как приехал, драки не прекращались. В общем, решил я сдать их в приют. Марсика, миру. Оставлю одного лирика. Жорика забирает маршал Краснодар. А этих я отвезу, сдам, потому что после того, как вы увидите видео, вы поймете, почему я решил это сделать. Это делать и с Марсиком. Жалко расставаться и с Миркой. Ну, что поделаешь. Жорика, конечно, заберут. Вот сейчас я снимаю видео еще раз. И видите, постоянно дерутся, дерутся. Мне это уже, честно, надоело. Вот я завел машину. Работает. Вот. Прогревается. Вот дым идет из глушителя. Видите? Вот он. В общем, все. Вот это вот вечно она мне прыгает. На меня это Мирка. На колени мне поеду. Я... Есть у меня знакомый директор приюта. Договорюсь с ним. И, в общем, посмотрите видео. Вы поймете меня. Посочувствуете мне. Просто другого варианта у меня нет. Мирочек, а что ты подкрадаешься? Что тут произошло, пока я на работу ходил, а? Марсик, а ну-ка иди сюда. Что там, Сереж, ты рассказывал? Подрались. Подрались? Да, с Жориком. Ну, а с кем же еще ему драться? Ну и что было так? Ну-ка, постой. Ты на кого похож, Лень? Весь мокрый, урчишь. Что? Так ты их водой, что ли, развивал, да? Да, они уже Вика с Жориком вышли сюда. И, знаешь, опять дерутся. Ну, сюда до крана бегом. Кран включил водичкой. Водичкой. Ну, только водой их и разумеется. Это вот тут уже во дворе второй раз. А потом третий раз там спереди дома. Так ты три раза подрался, да? Ой, а тут страдальцы есть. Показали ролик там один. Женщина поругала собачку, что она там конфетки съела. Так там столько, блин, паники было, что прям все, помрет собачка от сердечного приступа. Сердце остановится, не выдержит. Вон они, сердечко. Глянь, на кого похож. Уши все в дырках. Посмотри, ну-ка, стой. Что ты, жаловаться мне? А кто тебя заставлял драться с Жориком? Вот стресс где. И ничего. А с Марсиком? Ой, а с Лириком как они дрались? Ты помнишь тогда? Лирик тоже хотел, но я Лирика откинул. Откинул. Тоже хотел ввязаться в драку. Так я помню, знаешь, когда еще во дворе вот этот, не плиток ничего не было, а были лужи. Так они подерутся, этот в одну лужу, а этот в другую лужу. И лежат. Во-во-во. Вот уже, видишь, дух этого у него, этот, как его, агрессии. Бойцовский. Бойцовский дух. Все, все, перестань. Успокойся. Марсик, хватит, все, подрался. Так что земляне. Правда, жизнь она жестче, чем там человек снял на камеру, там поругала на собачку. Ну и что? Ну поругала-поругала. Вы думаете, я не ругаю Марсика или Жорика? Когда Жорик, он траву там потоптал всю, когда гусечек подушил. Да ему досталось, и по шиям досталось, и всяко досталось. И кричал я, не меньше, чем та тетенька. А то вроде бы никто не кричит на своих собак, и детей не бьет ремнем своих родных. И такие прям защитники собачек прям не любят это лицемерство, ханжество. Не бывает таких людей, прям идеально, прям любящих животных. Если любят животных, значит не любят людей, своих детей, бьют, кричат на них, орут. Не бывает такого, чтобы человек прям был исключительно добрый. Значит, он притворяется. В человеке заложено быть жестоким. И он преодолевает это. А на страницах моего канала тут показывать, какие мы сердобольные, какие мы прям пути-пути любители животных. Не верю никому, ни одному человеку не верю. Все это лицемерство и ханжество. Дерутся все собаки, орут на них, кричат. И тумака они получают. И лирика, когда разнимали с Марсиком, тоже получали они. И лирик получал. Ничего, никто не обиделся, никто стресс не получил. И никто не... Вот он подходит ко мне и урчит. Он же хочет, чтобы я его пожалел. Да жалею, жалею. Я его тоже поругаю, бывает, Марсик. А через пять минут он подходит. И друг, и все. Никогда он на хозяина не будет обиду держать. Ни одна собака. Он же понимает, что он его в целом-то любит. Ну, больно. Ну, вижу вон ранки. Ну что, ну что ты крутишься? Ну, понял. Ну, конечно, ну это же надо, конечно. Драться-то надо. А как же? А как же не драться? Ты же у нас Марсик-Гладиатор. Еще когда ты маленький был, тебе 7 месяцев было. Есть видео на моем канале. Так и называется Марсик-Гладиатор. Отойди, Мира, я жалею Марсика. Так что, всякое в жизни бывает. Ну, покричала та женщина немножко. Ну, на камеру. Да она же любя кричала даже. Она же называла. Сама ситуация комичная. В чем? Что собаку оставили, главное, над кошками. Что она украла конфеты. Конечно, конфеты это, ну, собакам вредно. И она перепугалась, хозяйка, что он столько конфет слопал. А Мирка, когда 25 блинов съела, что мы ее по головке гладили. То же самое получила. Но не на камеру. Хотел на камеру. Так тут бы столько воплей было бы. Если бы я снял, как мы с ней там беседовали. Вот. А тетенька смелая оказалась. Взяла и выложила видео. И все мы ругаем, и все. И столько на ютубе роликов, где хозяева ругают собак. И очень много я видел. И похлеще ругают. Ну, короче, показуха. Да и все. Самое настоящее. Написали. Комменты, минусы. Мне плевать. Я знаю правду жизни и не боюсь никому сказать, что как есть. И все. Так что говорю, сразу заявляю. И мы их, бывает, и лупим. И вот палки стоят разъединители. И вот бьешь, аж палки ломаются. Да, ломаются. Вот эти палки. Потому что разъединять, особенно вот лирик, у него шкура непробиваемая. А чем разнять их? Вода далеко. И начинаешь вот эти палки разъединители. Ничего. И потом так же они подходят, так же он крюкает. Так же они любят хозяина. И ту тетеньку любят. А та тетенька, мы с ней давно знакомы. Она говорит, у меня таракан жил неделю. И мне, говорит, его прихлопнуть жалко было. Говорит, ну, живое существо. Да, я поругала Торика. Да. Накричала на него. Ну, поймите, что лучше покричать. И это самое. Предостеречь. Чтобы он не покушался на конфеты. Конфеты, ну, представляете, грубо, для него это не то, что аллергия там. Ну, как-то ж сладкое нельзя. Конфета. Ну, не успела она спрятать. Она не ожидала. А я что, ожидал, что Мирка залезет на стол? Это коты только лазают. Конечно, я не ожидал. Прихожу, нету ни одного блина. Залезла, заскочила на стул. Ну, и тетенька, может быть, она, ну, девушка. Ну, забыла там стул убрать. Ну, не знаю, каким-то образом залезают собаки. И все, ну, совсем бывает. А у нас Мирка я показывал. Пойдем, Мирка, покажу еще раз. Как она залетает, запрыгивает. Да, там пишет, надо было убрать конфеты. Да, конечно, она убрала после того. Конфеты, конечно, она убрала все. Может, она так и не кричит. Больше на Торика. Понятно, что она там немножко грубовата. Ну, она же с юмой, она же не всерьез там его там трепала. Она его не била. Она его просто-напросто пожурила. Ну, в жесткой форме все. Ну-ка. Мирка. Все, вот она тут, видите. И еще одна стола, и сколько осталось тут. Все, она уже через секунду на столе. И твой чай она попьет, Серега. Так что, валите. Давай, вали. Ой, еще, еще не это самое. Не знаю, что делать. Смотри, она балансирует. Ну, ты посмотри, Серега. Цирковой номер. Она балансирует, как на сегвее. Видите, стул он стоял надухать. Поэтому вот так, земляне, убирайте. Закрывайте, прячьте. Конечно, та тетенька спрятала конфеты. И больше она их уже не давала. И наш Марсик ел конфеты. И меня ругали, что я давал конфету. Я всего одну конфету в течение всей жизни Марсик отдал. Но не надо быть строгими. Не надо быть такими ханжами, что прям заявлять, что я не смогла досмотреть ролик до конца. Да что ты говоришь, прям не смогла. А ну-ка вспомните. Пусть каждый из вас вспомнит, что когда он был жесток. Не верю, чтобы был такой человек, который в своей жизни не убил ни одно животное или насекомое. Не верю. Не бывает. Или курица. Или что угодно. Или жучка какой-нибудь придавил. Или лягушку. За всю свою жизнь человек все равно кого-то убивает, уничтожает. Какой бы он не был сердобольный. Какой бы он не был сопереживательный. Случайно идет и ногой наступил на муравья. И задавил. А жизнь муравья такая же ценна, как и жизнь любой собачки. Так что выставляйте себе там таких прям правозащитников. Да таких любящих. Да таких прям. Но если вы такие уж прям чересчур чувствительные, извините. Ну тогда смотрите другие каналы, где нет такого. Где показывают прям вот. Сидит собачка вот так вот и не дерется. И не дерется. Как это собачка не дерется. Что-то я сказал такое. Собачка и не дерется. Где вы такое видели, чтобы собачка не дралась. Не знаю тогда. Тогда им просто смотреть журнал Мурзилку. И все, читать. А не заходить на мой канал. Так что люди, не лицемерьте. Все. Никому не верю. Ни одному человеку. Вы пишете для того, чтобы попиариться, чтобы выставиться, что я такая прям. Все. Я не смогла до конца досмотреть. А как же? А если человек попадет куда-то там в аварию или что-то. И так отвернешься и скажешь. Ой, я не могу на это смотреть. Пусть погибает медленно. Так получается. Лишь бы мои глаза не видели. Есть такие. Видел и таких тоже. Которые готовы на все. Лишь бы только не видеть. Поэтому правде в глаза надо смотреть. И не, как бы сказать, не ханжествовать. В том смысле, что вот жестоко поступило. Чрезмерно жестоко. Нет, она нормально. Мне понравилось. Я смеялся с этого ролика. Ну, ну, юмор самый настоящий. Да, поругала все. Ну, еще раз говорю, что зайдите в интернет, посмотрите. Там тысячи роликов, где хозяева ругают своих собак. Еще хлещи ругают. Есть еще и лупят. Я хоть просто так-то без дела не луплю. Но когда они задерутся, да, бывает, получают. А что делать? Или без ушей останется. Или все-таки с ушами. Так лучше получить по ребрам палкой и остаться с ушами. Чем быть без ушей. Что, Марсюн? Что ты, Мирке, просишь прощения, да? Марсюнник. Марсюнник. Ну, иди, пожалею тебе еще раз. Иди. Ты у нас страдал. Сам, сам, отойди, Мирка. Марсюнник, иди. Мира, уйди. Иди. Уйди, сказал, Марсюнчик. С ними общаться только по одному можно. Вот. Что я тебя? Ну, что меня кусает? Вот вырастешь, и тоже будешь такая же, да? Как Марсюнчик. Марсюнчик. Драчунчик. Вот они все собаки такие. Что они? Они собаки. И не надо их в ранг выше людей ставить. А то тот, кто говорит, чем больше я узнаю собаки, меньше я люблю людей. Правильно. Поэтому ты и меньше любишь людей. Потому что ты не умеешь с ними общаться с людьми. Только умеешь с собаками общаться. С собаками проще общаться, чем с людьми. Люди сложный элемент. Сложный механизм. Сложное существо. Собака простая. А тот, кто так заявляет, он меня настораживает. Который чрезмерно любит собак. Я люблю собак. Но я их в попу не целую. Я забочусь о них. Я думаю, чтобы всегда у них было тепло. Чтобы всегда еда была. Моя забота заключается не в том, что целовать его в попу. А в том, чтобы он был обласкан, накормлен, напоен. В тепле был. Ну и... Оф ты, Марсю. Ну тебя потрепал за ухо жоржик. Не лезь больше. Жоржик все равно сильнее тебя. Когда ты это поймешь? Да я представляю, какая драка была. Дай я тебе сниму ушко. Ты можешь сесть посидеть? Ну-ка, давай, ложись. Отстойди отсюда. Вот сейчас получишь тумака у меня. А я получу дизлайки от тебя. Я уже без них не могу, без дизлайков. Это знаете, как штатные дизлайкщики приходят. Когда их нету, я волнуюсь. Думаю, когда же появится? Потом раз, парочка появилась. Хорошо, думаю. Жив курилка. Ну что, Марсюн? Ладно, мне надо идти обедать уже. Пора. Вот такая правда жизни. В общем, пойду посмотрю еще, да, фильм хотел закончить. Но тут еще надо мне посмотреть, что же с Жориком. Сказали, что он тут. Где Жорик? Ты где? Сядь, сядь. Иди сюда. Жорец. Иди, иди, иди. Иди быстрее на солнышко. Иди быстрее. Иди. На кого ты похож? А? На кого ты похож? Жоржик, ну-ка, подожди. Ага. Вот кровь. Вот она. Кровь. Ой, ушко. Тут кровь. Но это кровь не твоя. Это кровь Марсика. Ну и что? Приехал сюда. 33 удовольствия, да, получил. Обоссал все. Походил. Подрался. Тут еще и Мирка. Вообще тут зашибись. Жоржик, я представляю, что тут было. Ты иди сюда. Куда пошел? Иди сюда. Иди, иди. Иди быстрее. Иди. Садись на коврик. Давай, я тебя обследую. Ну-ка. Жоржик, Жоржик. Ну-ка, сиди. Ну, как бы тебе сказать. Не сказать, что ты причина этого всего. Причина это в Марсике. Не будет Жорик, будет какой-нибудь Ричард. Все равно вы будете драться. Марсик будет драться. Так что тут в самой породе французские бульдоги. Так вот, земляне, я еще раз хочу сказать. Если кто-то кого-то там поругал один раз, ну, не надо проявлять такое прямо, как бы сказать, дутое милосердие. Я не смогла досмотреть до конца. Я еще раз повторюсь. Еще раз скажу, что если произошла авария, и на ваших глазах кто-то там раздавило человека, или еще что-то, вы что, отвернетесь и уйдете, скажете, я не могу такое смотреть. Мне больно. А человек погибнет. Ну, крикнул кто-то на кого-то. Ну, что? Ну, ничего страшного. Вот сейчас я выключу камеру. И как? Надаю этому Жорику. А за что ему надавать? Он-то ни при чем. Он приехал с добрыми мыслями. А Марсюнчик ему приписку устроил. Значит, Марсюнчик паучит у меня. И буду кричать на него. Ржать. Марсик. А ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Ты что с Жориком сделал? А? Я кого спрашиваю? Я кому говорю? Тебе или кому? Ты что, он весь в крови? Марсик. А ну-ка дрожи быстрее. Как осиновый лезть. Кому сказал? Чего крутишься? С кем разговаривает? Ты же слышишь меня или нет? А ты уйди. Не с тобой говорят. Уйди. Уйди, сказал Мирка. Сейчас и тебе достанется. Сегодня кто убежал на улицу? Кто убежал на улицу, спрашивают. Кто там крутился? Два часа. Пришла вся грязная. Мне Вика рассказала. Да, загуляла ты. Понятно. Ну это ж не повод теперь. Куда вы ко мне лезете? Ну-ка. Отстранитесь. Отстранитесь, сказал. И тебе сказал. А ты у меня молодец. Лирик, ты самый лучший. А вы получите. Ты получишь вечером. Ты сейчас получишь у меня. Сядь. Посиди. Ишь ты. Гладиатор, боксер. И ты получишь. Тоже. Что? Ну-ка, дрожи быстрее. Ну, кому сказал. Жорик, тебе приехал. А ты что на улицу побежала? Он к тебе приехал. Что тебе там? Кубики нужны? А потом кубики поедут. А ты сиди. Сядь, сказал. Сядь в уголочки. Куда полез? Сейчас с ней разговариваю. Кубики нам не нужны. Все. С длинными ушами. И с длинными мордами. Нам нужны бульдожки. А ты что? Короче, ты понял меня? Марсик, ну-ка. А Марсик, ему хоть бы что. Дело в том, что у нас... Вот Торик почему дрожал? Есть собаки, которые дрожат. Вот сейчас я вернусь к Жорику. Он вообще дрожит. Жорик. Жорик. Его не ругать не надо. Он просто дрожит. У него такая структура. Жорик. Ну что? Что там? Зализуешь ранки? Ну вы видели, наверное, что Жорик постоянно дрожит. Его и ругать не надо. Да, вон, вон. У него дрожь по всему телу идет. И что ж? Если там... Ну я же на тебя не кричу, видишь. Я тебе поругал. Жорик, поругал. Все, они сейчас как осиновые листы там дрожат. Хотя, это ничего не решит. Сиди. Сиди, Жорик. А Жорик дрожит. Просто у него такая конституция. Он даже от радости дрожит. Да, он даже от радости. Вот Вика говорит. Просто когда радуется, он дрожит весь. И все. Так что, если там Тория и поругала хозяйка, ну и что? Ну подрожал он. Да что, вы не видели дрожащих собак, что ли? Тем более, она с любовью это говорила. Конечно, она перепугалась, что он съел там полкило конфет. Естественно. Ну и что? Короче, это тема вечная. Ну, я говорю, что ни одному человеку не верю. Ни одному. Все вы притворы. Когда начинаете писать там, прославиться в комментариях. Какой я сердобольный. Я уже сказал, что либо вы отвернетесь, когда произойдет несчастный случай, либо вы лицемерите, либо вы лукавите. Одно из трех. Жоржик. Один ты у нас. Песик искренний. Пострадал. Бедняжка. Не за что. Нет за что. Потому что ты родился французским бульдогом. Вот поэтому ты и пострадал. А все французские бульдоги держутся, держутся и еще раз дерутся. Грустят. Чувствуют, наверное, что их отвезут в приют. Вот какие. Марсик даже он слезу упустил. И Мирка. Жорик вообще запечалился. Ну, что поделаешь. Ну, дерутся. Да, и мне больно тоже с ними расставаться. Ну, в общем, вот я уже подъезжаю сейчас к приюту. Буду заходить. Конечно, когда я им объявил, что сдам приют, они, видите, стали смирненькие. Сидят теперь. Зайки такие, прям паеньки. Ну, что поделаешь. Все уж сказал. Назад уже возврата нет. Придется сдавать. Ну, вот я приехал в приют. Все. Осталось только постучать. Откроется дверь. Выйдет тетенька или дяденька. И сдам своих питомцев. Жалко, конечно. Ну, что поделаешь. Может, их там и перевоспитают. Что вам? Здравствуйте, тетенька. Здравствуйте, дяденька. Это приют для бездомных... Нет, для домных собачек. Да. Вы примите? И вас приму, дяденька. Да, вот как хорошо. В гаражик поселю. Вместе с собачками, да? Кашки нас всех хватит. Значит, можно привозить собачек, да? Они уже сами приехали. Они уже приехали? Да. Ну, все, забирайте их. Иди, Маршинчик. Иди. Иди, Жоржик. Все. Маршинчик. Идите. Все, приют. Забирайте их приют. Жорик, быстрее. Все. Сдал всех приют. 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 Сдал всех приют.